Парад памяти Парад памяти генерал-майор, член Союза генералов Самары Александр Протченко. Александр Иванович, приветствую вас. Добрый день. Инна Анатольевна, предлагаю прежде напомнить, чему посвящен парад памяти, какой памяти и о том легендарном Куйбышевском параде. Парад памяти посвящен истории запасной столицы, легендарному параду 7 ноября 1941 года. Если мы вспомним, парады были в трех городах, в Воронеже, в Москве и в Куйбышеве, но у каждого парада, конечно, была своя цель. Наш парад был самым масштабным, многочисленным, продолжительным по времени, важным для хода истории. 25 600 бойцов, две дивизии, 65-я и 239-я, 178 тысяч гражданского населения, потому что это единственное за всю историю войны гражданское прохождение, демонстрация. Так же, как и единственный воздушный парад. В небе 233 самолета пролетели по три раза, что у многих было ощущение. И даже писала Волжская коммуна, тогда 700 самолетов в небе пролетело. Но мы нашли, отдельно подняли в архивных документах, отдельно телеграмму Ворошилова Сталина, где четко все было расписано. Какое количество родов войск, какое количество состава наших вооруженных сил, сколько техники, сколько самолетов. Но это, конечно, тоже была легендарная задача 15 разных подразделений поставить в крыло, чтобы они смогли, пролетев над площадью, развернуться и еще по одному кругу пролететь. Все это, конечно, произвело впечатление. Четыре часа в общей сложности шел парад. В первую очередь он был направлен на все иностранные дипломатические миссии. В наш город тогда было эвакуировано 300 дипломатов из 25 стран. То есть это и посольства, и ведомства, и военные отношения. Поэтому, конечно, важно было показать всему международному сообществу, отсюда, да, и международные задачи, которые и сейчас мы перед собой ставим. Показать всем иностранным корреспондентским пунктам, которые также присутствовали на параде, мощь советской армии, непобедимость духа, сплочение, единство народа. Поэтому парад был хорошо спланированной военной операцией. Цель достигнута была. Турция и Япония в войну против СССР не вступили. По этому легендарному параду в 2011 году впервые мы посвятили наш проект. Постепенно он, конечно, разрастался. Да, с 2012 года все муниципалитеты Самарской области, с 2014 года все регионы Приволжского федерального округа, которые привозят лучшие парадные расчеты. Но начиная с 2016 года он уже получил статус международного. И на данный момент 25 стран, дипломатические миссии, иностранные посольства, военные атташе были на параде. Поэтому для нас важно и сейчас показать единство нашего народа, единство всех регионов. Преемственность поколений, преемственность истории, всему сообществу. И, конечно, в первую очередь самим почувствовать эту причастность к поколению победителей и поддержать современных бойцов, героев в рамках специальной военной операции. Подробнее об особенностях этого грядущего парада мы еще поговорим. Ну, командующий парадом у нас в студии. Уникальная возможность пообщаться с командующим. Александр Иванович, ваша роль, роль командующего тем нашим зрителям, кто не знает, в чем заключается? Сам парад, финальная часть парада, это прохождение всех участников войск, групп, организаций различных, военизированных. А вообще парад имеет огромный объем работы. Это подготовительные, отбираются участники парада во всех регионах, которые участвуют у нас в параде. Это проходит конкурс для участия в параде. Всего коробок отобранных будет участвовать. 125, это в пределах 6 тысяч человек будут на параде со всего федерального округа и других регионов, приглашенных. Также предшествовали конкурсы, смотры различные для участников парада. То есть это малая толика будет на параде, а вся остальная работа это сегодня ведется ежедневно, ежечасно. Мы говорим о том, что это объединение всех образовательных учреждений, трудовых коллективов, действительно большого количества ветеранских, патриотических организаций, молодежных, силового блока. И важно, что сам парад делится на 4 части. То есть мы говорим, конечно, и об истории. Мы отдаем дань память, поэтому первые парадные расчеты идут в исторической форме образца 41-го года. Идет техника уникальная именно 41-го года, которая была и участвовала в параде. Но мы говорим о том, что это уникальные экземпляры, которые мы привозим не только с Самарской области, но и с Воронежа, с Волгограда, с Екатеринбурга. Более 30 единиц у нас пройдет по площади. Далее начинается силовой блок, как мы называем, это вторая часть парада. Третья часть – это конкурс на лучший парадный расчет Российской Федерации. Здесь, как Александр Иванович сказал, делали лучшие из лучших. Заранее готовятся, чтобы приехать к нам в запасную столицу, на парад памяти, и отстоять честь региона, честь своих образовательных учреждений. Это кадеты, юноармейцы, суворовцы. Лучшие из лучших будут у нас на параде, на самой большой площади Европы, будут с нами. Ну и четвертый блок – это, конечно, все наши ветеранские и общественные организации, наши трудовые коллективы, которые также идут строем, парадным маршем, не в гражданской демонстрации, ее в этом году не будет, а именно строем. Поэтому это тоже важно. Люди готовятся. Мы понимаем, есть свои параметры парадных расчетов 6 на 8, 48, знаменная группа. И люди, получается, после рабочего дня или после учебного процесса активно готовятся, потому что для них понимание, осознание того, что они станут частью единого, масштабного всероссийского проекта, в том числе они отдадут дань памяти своим дедам и прадедам, потому что главная тема этого года – наша семья, наша победа. Так что каждый вспоминает о своих семьях, каждый вспоминает о своих героях. Более 6300 мероприятий специальных по традиции у нас уже прошло в преддверии парада. Они идут также во всех учреждениях культуры, образовательных учреждениях, СУЗах, ВУЗах, промышленных предприятиях. Поэтому не только парадные расчеты готовятся, но в том числе и все погружаются в историю. Запасной столицы, легендарного парада, Великой Отечественной войны, всех локальных воинов, специальной военной операции. Ну и, конечно, вспоминают о героях семей, о всех поколениях. Для нас важно – это правопреемственность не только истории страны, но и истории всех поколений, каждой семьи. На параде у нас сегодня возможное участие капитана, героя Российской Федерации, который был участником одного из первых парадов. А вот представляете, что уже время сколько прошло. Но мы встречаем на мероприятиях, посвященных патриотическому воспитанию, какие-то праздники, когда юно-армейцы и другая молодежь, кадетские крыса, идут дети, и у них на груди 2, 3, 4, некоторых есть уже до 8 медалей. Это все медали памятные об участии в параде. Вот представляете, какое-то чувство испытывает этот мальчик или девочка, которая идет, у нее на груди медали. И зачастую люди смотрят и говорят, что вот что за медали такие. Это медаль, которая вручается по окончанию парада отдельно. Мы выезжаем целой группой для вручения этих медалей в районы, в школы, в учебное заведение. Мы вручаем эти медали, удостоверение. То есть это есть патриотическое воспитание. Когда-то в будущем эти юноши-участники, и они детям своим будут рассказывать, откуда у них эти медали. Это лучше, это очень почетно, мне кажется. Но памятные медали получают только участники парадного прохождения. То есть руководители или победители различных конкурсов у нас получают, конечно, памятные призы, также с символикой парада памяти. Получают обязательно дипломы победителей. Но памятные медали заслуживают только те, кто шли в парадном строю. Поэтому ценность этой медали и том, что это только по количеству парадных расчетов, она, конечно, совсем другая. В этом году будет еще одна особенность. Помимо того, что парад в этом году перекликается с темой «Года семьи», примет впервые, наверное, за многие годы военный, Центральный военный оркестр Минобороны участия. И все это будет проходить в шествии под сопровождением музыки именно этого коллектива, как и в 1941 году, когда здесь в Выбышеве находился... Впервые, да. Восемьдесят три года. Для нас это особая честь. Мы долго с ними вели переговоры, потому что это, конечно, главный оркестр страны, главный оркестр вооруженных сил. Понимание, осознание того, что парад объединяет и сплачивает уже всю Россию. Центральный военный оркестр впервые в этом году будет сопровождать прохождение парадных расчетов. Семьдесят музыкантов едет только оркестра Министерства обороны. Дополнительно мы, конечно, включаем нашу вторую гвардейскую общевосковую армию, поэтому более ста человек у нас будут в составе парадного... В составе именно Центрального оркестра. Мы понимаем, что это очень сложная задача. Погодные условия. Конечно. Абсолютно разные, да, у нас и дожди, и холод, и зной. И отыграть 126 парадных расчетов, это, конечно, колоссальная работа, чтобы не только не замерзнуть, да, чтобы торжественно, маршируя, о чем, да, вот вы спрашивали, командующий парадом. У нас Александр Иванович действительно как боевой офицер уже не только дивизии возглавлял, был замкомандующий 2-й гвардейской общевосковой армии. Дополнительно сколько горячих точек прошел. И он понимает, что парад – это не только смотр, да, а парад в первую очередь – это и воинский ритуал, это и понимание, осознание того, что это действительно общая задача для всех. Поэтому от оркестра многое зависит. Оркестр – это как нервная система у человека, так и на параде – это оркестр, он всему голова. Командующий дал команду, а вот ритм движения – все это зависит от оркестра. Вторую часть парада откроют барабанщики, которые зададут ритм вот этому всему движению. И после барабанщиков юных уже начнется играть оркестр. А мы отдельно готовили эту парадную коробку. Когда-то открывали у нас барабанщики Суворовского училища Казанского. И на Куйбышевском параде, и вообще как бы на многих советских парадах у нас традиционно именно суворовцы выступали. Но в том числе и в параде памяти. Но мы приняли решение о том, что парадный расчет должен быть наш, самарский. И Кадетский корпус МВД отдельно готовит эту парадную коробку. Мы понимаем, что вот уже последние три года ребята открывают действительно парадные прохождения. Так что это малыши пятый, шестой класс. Но это настолько для них почетно. Самое главное, мы гордимся тем, что это наши самарцы, которые открывают вот этот всероссийский большой парад, объединяющий все регионы. Также новшество в этом году это выставка трофейной техники, которая была привезена из зоны специальной военной операции. Немного об этом, пожалуйста, расскажите. Что символично, в день народного единства начнет она свою работу. Да, выставка у нас именно в рамках парада открывается 4-го числа, будет продолжать работу до 10-го числа. Это выставка трофейной натовской техники. И рядом с каждым экземпляром будет информация о том, какой герой российской армии подбил ту или иную технику. Также мы дополняем исторической техникой, чтобы как раз преемственность не только поколений, но и в том числе эпох сделать для понимания, кто какие страны были тогда против нас, какие сейчас. И также у нас будут работать полевые музеи, будут работать отдельные экспозиционные выставочные площадки, будет работать полевая кухня. Поэтому для всех будет интересно и 4-го, и 5-го, и 6-го прийти погрузиться в историю, увидеть эту уникальную технику, а 7-го уже стать участником парада или зрителем парада, потому что для зрителей у нас тоже вход свободный. В этом году наш парад памяти объединяет всю Россию, 89 регионов, которые приедут в таком действительно представительском составе. Это и руководители фондов защитников отечества, это и вице-губернаторы, это и заместители полномочных представителей всех округов. Полномочный представитель президента в Привозском федеральном округе будет Игорь Анатольевич Комаров. Конечно, будет также и Анна Евгеньевна Цивилева, как первый статус-секретарь министра обороны, и она именно возглавляет все фонды защитников отечества. Будут семьи участников и ветераны боевых действий с разных регионов России. Какое историческое значение, на ваш взгляд, имеет этот парад, этот проект международный, который вы инициировали? Когда наш замечательный профессор, доктор исторических наук Александр Иванович Репенецкий, сказал о том, что парад памяти – это уже новейшая история России, было, с одной стороны, приятно это слышать, с другой стороны, ответственно, потому что мы понимаем, 14 лет мы этим живем, в следующем году у нас будет 15-й юбилейный парад, и мы надеемся, что не только география расширяется, не только количество специальных мероприятий, потому что парад – это же не только 7 ноября, как я уже сказала, это не месяцы подготовки, а с 15 октября, в день подписания приказа Государственного комитета обороны об эвакуации в запасную столицу, как раз стартуют все специальные патриотические мероприятия. Продолжаются они торжественным награждением с 23 февраля, с Дня защитника Отечества, до Дня Победы, и, конечно, вот все это масштабное действие, этот народный проект, который уже объединяет более 150 общественных организаций, более тысячи образовательных учреждений и так далее, то есть эти цифры можно перечислять и от нашей оборонной, и промышленной предприятия, регионы. Мы говорим о том, что для каждого из нас это дань памяти нашим предкам, дань памяти великой истории страны, это сохранение и приумножение истории здесь и сейчас, это поддержка наших военнослужащих, это, конечно, закрепление вообще в национальном сознании правопреемственности истории страны, и обязательно правопреемственности и важности защиты Отечества на всех рубежах. Поэтому сейчас в современной политической обстановке парад памяти имеет наиважнейшее значение для подрастающего поколения, для всего международного сообщества и, конечно, для сплочения, для объединения всех жителей страны. У нас самая большая организация юной армии в России, она насчитывает около 40 тысяч человек. 58 тысяч уже, представляете? Уже 58 на параде, то есть, опять же, лучшие из лучших будут отобраны, а также движения первые. Есть кадетские корпуса у нас, где действительно очень достойно выстроена вся эта работа, 170-я школа, которая в прошлом году стала лучшим парадным расчетом Российской Федерации. Победив, в том числе, все регионы, которые приехали к нам, лучшие парадные расчеты. Потому что у нас также Оренбург, Пенза еще победили, да, второе и третье место, но первое место все-таки у Самары, да. Поэтому, конечно, 95-я школа. Конечно, мы говорим о кадетском корпусе МВД. Конечно, мы говорим о наших замечательных юноармейских отрядах, да, которые находятся в муниципальных районах, в Богатовский район. Очень сильно и достойно работают наши городские все районы. И у нас и сводные парадные расчеты будут от отдельных именно образовательных учреждений. Когда мы говорим о численности 58 тысяч, это действительно для Самарской области мы первые в России по количеству. И первые юноармейские отряды, юноармейские марши мы проводили в рамках парадов, посвященные Дмитрию Федоровичу Устинову, посвященные юбилею Михаила Тимофеевича Калашникова. Поэтому, конечно, юноармейское движение и в этом году подготовило отдельный, очень важный сюрприз. Это будет действительно очень интересный, масштабный подарок для всех гостей, для всех участников. И совсем недавно вышел клип. Ребята, сами юноармейцы исполнили эту песню. Буквально за три дня уже 110 тысяч просмотров. И, конечно, эта песня о чем? О параде, памяти, о запасной столице, об истории и о том, как продолжает всю эту замечательную историю хранить и беречь наши подрастающие смены. Снова враг посмотрит наши лица, услышит звук шагов в его нокаут. Нам есть за что стоять и чем гордиться. По томкам юным тех, кто здесь шагал. По запасной столице в 41-м. Морозный день дыханием серебря. Солдаты шли на фронт под марш военный. Колоннами 7 ноября. Юноармия преодолела время. Не так заметен чуть неровный строй. Но тверда подрастающая смена Уже идет по гулкой мостовой. Уже идет по гулкой мостовой. Эти мероприятия еще запланированы, наиболее яркие, заметные, о которых стоит упомянуть. 5-го числа у нас в нашем Самарском доме гарнизона, в окружном доме офицеров, как мы его привыкли называть, состоится всероссийская премьера музыкально-поэтического спектакля «Сестры» Олеси Николаевны Шигиной, которая является кинодокументалистом, поэтом, президентом кинофестиваля «Кино на службе Отечества», членом основателя комитетов семей воинов Отечества. Конечно, здесь для нас тоже очень ответственно, потому что только что эта премьера 27 сентября прошла в Театре Российской Армии в Москве, и сейчас там единственный состав артистов, единственный, да, то есть более 5000 заявок на этот спектакль. Но они едут к нам, они будут у нас, поэтому, конечно, для нас важно, что та тема, главная заявленная «Наша семья, наши победы», она в том числе будет звучать в рамках всей этой постановки, потому что это живые истории сейчас с полей. Это непосредственно истории поддержки матерей, семей, дочерей, сестер, наших участников специальной военной операции. Большой состав артистов, большой состав, в том числе ветеранов боевых действий, которые приезжают и будут задействованы в этом спектакле. Поэтому 5-го числа состоится спектакль, 6-го у нас состоится в 16.00 репетиция, это генеральная репетиция уже с участием всех парадных расчетов регионов. Поэтому, если кто-то не может 7-го прийти, может 6-го, конечно, увидеть, как проходит репетиция. И 7-го числа, по традиции, все начнется в музее парада 7 ноября 1941 года с участием в 10 утра в нашем музее технического лицея, который мы открывали в рамках парада в 2011 году. Традиционно, действительно, памятный день начинается именно с речи ветеранов с руководством города и области. Это будет телемост с Воронежем, и для нас тоже важна такая правопреемственность и связь с теми городами, где проходили легендарные парады. Потом у нас состоится возложение к памятному знаку, который также был открыт в рамках проекта в 2011 году. Сам парад начнется в 12.00, прямая трансляция будет, так что все зрители могут увидеть и в прямом эфире, и, соответственно, на площади, быть с нами в этот день. И далее в 15.30 состоится в окружном доме офицеров торжественное награждение лучших парадных расчетов с патриотическим концертом. Поэтому ребята тут же получат свои награды. У нас представительная делегация Союза генералов Самары, которая отсматривает и оценивает не только парадное прохождение, экипировку, вообще единообразие, да, и как представлен регион, как этот парадный расчет идет. Это очень много критериев, но важно, что лучших из лучших мы выбираем и в этот же день награждаем. И вечер закончится у нас концертом в Театре Пире Балета, торжественным концертом Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации. С какими чувствами вы ждете, вот лично вы, Елена Анатольевна Александровна Ивановича, с какими чувствами ждете этот парад? Ведь вы тоже не первый год командуете. Каждый раз это трепет, волнение. Это мой девятый парад, которым я командую. Как чувствовать? Чувство долгой большой ответственности. Ответственности перед зрителями, перед участниками парада, ну и сам перед собой. Спасибо огромное моей семье, которая все это понимает, которая поддерживает, который все эти годы на самом деле знает, что в эти месяцы меня лучше не трогать, потому что по 400 с лишним звонков в день только. Звонят все районы, регионы, предприятия, организации, организационных вопросов так много. Но мы стараемся, конечно, максимально все быстро, оперативно решать. Команда небольшая, но слаженная, сплоченная. Поэтому огромное спасибо команде, вообще штабу проекта, организационному комитету, которые включены. Александр Борисович Фетисов, который является председателем организационного комитета все эти годы, берет на себя тоже колоссальный груз ответственности, когда оперативно что-то нужно решать. Но и мы понимаем, что Александр Алексеевич Хинштейн, который является также одним из инициаторов вместе с Александром Борисовичем, в 2011 году, когда все начинали, никто не думал, что такой масштаб будет. Но когда с каждым годом все большее количество регионов сами звонят заранее, за несколько месяцев, мы готовимся, все будет, Самара так же. Конечно, мы не можем подвести, и мы понимаем, что для нас это не только ответственность, это большая честь для Самары, для Самарской области. Вячеслав Андреевич Федорищев сразу, как только стал губернатором, сказал, мы будем все проводить, будем так же масштабно, будем поддерживать, будем приглашать вот сейчас в этом году впервые 89 регионов. Поэтому, конечно, для всех, несмотря на нагрузку, сколько бы мы не спали минимума часов, мы понимаем, что для всех нас это одно большое общее дело, которое, как и в 41 году, им было тоже очень непросто. Но они за считанные недели этот масштаб смогли спланировать, организовать, провести. Значит, и мы сможем. Все вместе. Спасибо вам большое за этот проект и за эту беседу. Спасибо большое. Спасибо вам. Я напомню, в нашей студии были исполнительный директор регионального отделения Российского военно-исторического общества в Самарской области, начальник штаба международного патриотического проекта «Парад памяти» Инна Жичкина. Благодарю вас. Спасибо вам. И командующий «Парадом памяти» генерал-майор, член Союза генералов Самары Александр Проченко. Спасибо большое вам. Спасибо вам. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok